Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня один из моих самых любимых роликов. Это финальный вердикт тому, что закончилось. Пустые баночки зимы и весны. У нас много всего, целый пакет. Поехали! Первое средство это мицеллярная вода от бренда Mixa. Вы вообще знаете такую марку? О ней довольно редко что-то говорят на ютюбе и в инстаграме я ее не видела. У нас она продается в масс-маркете. Довольно большой объем, предназначена мицелляркой для чувствительной кожи и склонная к пересыханию. То есть как раз для меня она очень хорошо удаляла макияж, не раздражала кожу, не жгла глаза и очень большой формат. Когда-то я, наверное, к ней вернусь, потому что средство мне очень-очень понравилось. Дальше консилер от бренда Everlane. Здесь ничегошеньки нет. Просто под конец использования крышка перестала плотно закручиваться, поэтому банка вот так надувается. Я выдавливала как могла, а потом просто купила себе точно такой же. Я прощаю ему вот такой небольшой изъян спустя многие месяцы использования, потому что по качеству это реально как люксовый консилер в стиле Clorans, который уже сняли с производства, или Helena Rubinstein, или даже Estee Lauder BB в такой золотой упаковке. Значит, это средство, которое имеет хорошую плотность покрытия и очень классно увлажняет область под глазами. За что я его так сильно полюбила. Во-первых, у него такая жирненькая текстура, которая очень просто и легко распределяется даже при помощи пальцев. Также он не пересушивает область под глазами, и у него очень классная плотность покрытия. Меня совершенно не смущает то, что он может слегка собираться в каких-то складочках в течение дня, потому что в такой реальной жизни я не всегда фиксирую консилер под глазами. Если это случается, я все расправляю пальцем опять же у зеркала и могу себе продолжать свой день. Он хорошо держится в течение дня. Если его припудрить моей любимой пудрой от Too Faced, он вообще будет выглядеть замечательно и держаться точно так же. Очень большой объем, красивые оттенки, у меня номер 2. Я такой же купила себе снова, но оба они, первый просто посветлее, а второй, ну они довольно универсальны. Обалденная зубная паста от бренда Jason. Я покупаю ее уже на протяжении нескольких лет. Я не отбеливаю зубы никакими полосками, ни разу не делала этого у стоматолога. Она идет еще и как отбеливающая. Я не заметила, чтобы у меня зубы стали белее, но я пью кофе, иногда красное вино. Я, во всяком случае, хуже не стала. Но еще один значительный плюс – это очень сильный мятный вкус. У меня чувствительные десна и, в принципе, зубы не самые здоровые. Она их не раздражает, не делает чувствительными. И также она надолго сохраняет свежесть дыхания. У меня уже есть такая же. Шикарная-шикарная эссенция от бренда I'm From. Она у меня улетела еще в начале зимы. И я так сильно ее расхворила, что теперь она везде out of stock. Ее многие приобрели, особенно те, у кого обезвоженная кожа, склонная к пересыханиям. Тем более сухая, чувствительная. Вам также она понравилась. Я ей своей подружке купила. Она мне сразу написала, что это самая увлажняющая эссенция, которая в летний период вполне себе может заменить весь ваш уход. Вот после умывания наносишь ее, и вашей коже будет суперкомфортно. Кожа такая увлажненная. Она как будто наполнена вот этими всякими увлажняющими средствами, но благодаря такой легкой водичке. То есть вы наносите всего один продукт, а получаете действие как от сыворотки, от тоника и даже от крема. Зимой я использовала эту эссенцию вместо тоника. Просто после умывания поверх. Иногда была какая-то сыворотка, иногда нет. И так как кожа сухая, мне нравится что-то так наслоить вечером особенно, то поверх я использовала еще и крем. Но само по себе средство очень самодостаточное. Оно идет на основе экстракта фиги, экстракта инжира. Здесь он в большой концентрации, свыше 60%. Вот то, что я говорила в зимний период об этой штуке, все до сих пор актуально. Когда-то достану ее и обязательно куплю, особенно перед зимой. Это просто бомба, это спасение для обезвоженной кожи. Пересохшие, если включаются батареи и коже нужно дополнительное увлажнение, это просто шикарно. Шикарно. Этот крем от бренда Perricone MD я забыла показать в последних пустых баночках, но закончила его давненько. Я впервые его вскрыла летом. И это такое, с одной стороны, базовое, очень классное увлажнение. То есть это универсальный крем, поверх многих сывороток его можно использовать. Но цена за такой состав, но реально очень-очень высокая. Мне, наверное, после сказанного никто и никогда ничего из люксовых брендов не пришлет. Но реально по факту средства гораздо дешевле. Делают то же самое, а иногда и больше. Здесь нет никаких активных компонентов для такой цены. Вот правда, у него приятная текстура, он хорошо впитывается, после него кожа сияет, она такая тоже очень успокоенная. И все в нем хорошо. Это стекло и аромат приятный, такой легкий, ненавязчивый. Но вот серьезно вам говорю, что за свои деньги я бы не купила такой крем, потому что это просто хорошее качественное увлажнение. Но если вы любите именно люкс или даже более премиальный уход, то почему бы и нет? Как-то в какой-то пиар-рассылке мне попался скраб, скраб детокс от бренда Филаргам. Он вот такой муссовый, с темными частичками, выглядит это потрясающе в баночке. Я пыталась его полюбить, я использовала где-то половину, но в итоге я никогда не видела никакого эффекта от него. То есть это и не до маска, и не до скраб, и не до энзимный пилинг. Я не прониклась. И я подозреваю, что это тоже дорогое удовольствие, потому что Филаргам это не бюджетный бренд. Он продается у нас в Сифоре. На Лук Фантастик можно достать с хорошими скидками. Вот мне очень нравилась их маска такая кремовая. Вот она действительно может сотворить чудо на вашем лице. А вот этот скраб и не туда, и не сюда, и я даже просто-напросто не хочу использовать его до конца, потому что это потеря ценного времени и ровно ноль результата конкретно на моей коже. Шампунь от бренда Фармацерис. И не просто шампунь, он предназначен коже головы, которая, во-первых, склонна к раздражениям, если появляется какой-то зуд, если у вас активное севовыделение, то мне кажется, что лучше Виши. Во всяком случае, если у меня что-то происходило, то Виши меня всегда спасает с такой зеленой этикеткой. Но не для сухих волос, для сухих мне не подошел. А именно классический, самый такой обычный. Потому что сейчас появилось какое-то разделение. Я по ошибке взяла для сухих волос, и он мне, к сожалению, жирнит кожу головы. Вот тот я люблю, и он всегда будет в моей косметичке на всякий случай. Если уж что-то начинает там чесаться, я использую его, и все очень быстро проходит, даже без специальных препаратов. Этот мне сделал хуже, но он не так хорошо пенится, как Виши. То есть я не могу его поругать. Он нормальный, и волосы после него классные, хорошо все смывается. Но действительно, если кожа головы проблемная, то лучше взять Виши, его и на дольше хватает. В целом окей, но не то чтобы вау, взяла в аптеке на пробу. Нормальный. О, это мое садомазо-средство. Я не знаю, зачем я его использовала до конца, потому что оно не очень хорошо мне подходило. Бренд Innisfree, очищающая мицеллярная вода с зеленым чаем. Мне кажется, что она больше подойдет для такой плотной, жирной кожи, которая не склонна к раздражениям. Если у вас такая, то можете взять попробовать, но я не буду сильно настаивать, потому что есть те мицеллярные воды, которые более бережно относятся к вашим глазам и к вашей коже. Но тоже проверено на себе, хорошо удаляет макияж и жжет глаза безбожно. У меня были и красные белки, также на коже было покраснение. Я не знаю, зачем я занималась самомучением, самоистязанием. Но здесь большой формат. Я предполагаю, что стоит это все не космических денег. Помпа, с одной стороны, типа классная, потому что меньше расход. Но с другой, мне приходилось много раз нажимать на эту помпу, чтобы ватный диск хорошо пропитался, чтобы мне удобнее было удалять макияж и не сильно все тереть. Короче говоря, нет. Любимейший гель для бровей от бренда Lancome. Ой, я очень люблю это средство, и оно фиксирует брови намертво. Вот реально, если к нему приловчиться, то вы будете в него безгранично влюблены. Но если вам не нравятся те гели для бровей, которые ощущаются на бровях, на волосках, которые делают эффект ламинирования бровей, то есть буквально приклеивают все кожем, сейчас это модно, я не знаю, возможно, когда-то мы от этого откажемся, но если у вас также непослушные волоски на бровях, то это реально спасение. Он у меня есть и прозрачный, также, точнее, был уже, и цветной. И тот, и тот хороший, но если искать какую-то бюджетную замену, то у бренда Luxe Visage сейчас их самый последний гель для бровей. Это чудо, а если хотите оттеночный, то недавно показывала Rimmel, он бомбовый. Но вот этот, наверное, навсегда останется в моем сердце. И если я снова найду где-то прозрачный, то я все-таки его куплю, потому что здесь такая необычная даже не щеточка, а типа как гребешок. Я настолько к нему привыкла за, наверное, 4 года или 5 лет, что для меня это одно из тех средств, которые мне хочется покупать, потому что это вот исполнение всех моих макияжных желаний, что касается бровей. Сыворотка с витамином С от MediKate. Это такая маслянистая формула, но именно сухое масло для лица, которое не жирное, не вязкое, оно довольно быстро впитывается, особенно на комбинированной, сухой коже, нормальной. Если жирное, то вы можете его немножко ощущать. Но зимой для меня это было чудесное средство, которое я наносила утром, потом еще поверх делала массаж гуаша. И каждый раз я просто радовалась тому, что с моим лицом все хорошо. Она мне не забивала поры. Также это та форма витамина С. Но помимо того, что она стабильная, то есть это антиоксидантная функция, еще и дополнительная защита от солнечных лучей. И если у вас уже не над чем работать на лице, то есть не нужно сильно осветлять какие-то пятна, вам просто хочется слегка что-то там выровнять и скорее поддерживать результат. Для меня это один из главных фаворитов. Но если вы ищете что-то посильнее, подействую, но с такой же текстурой, там еще и больше активов. Есть двухфазная сыворотка от бренда Pestle Immortar, как-то так читается. В прошлом году я постоянно ее показывала. Вот та еще круче. Но когда-то увижу на скидках Medicate и, наверное, снова куплю, потому что, ну, такой для меня базовый уход. Один из самых крутых тональных кремов, которые я когда-либо пробовала, которые когда-либо у меня были, а пробовала я очень-очень много. Это тон от бренда Shiseido, называется Synchro Skin Glow. Мой зимний оттенок это N2, то есть нейтральная двойка, и более загорелый это N3. Этот тон подойдет тем, кто ищет легкое к среднему покрытие, кому нужно дополнительное увлажнение, и кто предпочитает не полуматовый, не матовый финиш и даже не сатиновый, а что-то такое сияющее и увлажняющее. Причем это красивое свечение без блесток. Это как будто ваша кожа напитана каким-то супер уходом, и она полностью не перекрыта, она сама по себе настолько красивая. И я люблю наносить его просто даже пальцами, распределять. Он не застывает, он хорошо растягивается, и вы можете наслоить в каких-то местах. Но если вам все же нужно более плотное покрытие, то советую обратить внимание на Estee Lauder, их новый футурист, который с SPF 45. Вы часто спрашиваете меня, какой выбрать тот или второй, то есть Shiseido или Estee Lauder. Мне сложно дать конкретную рекомендацию, потому что когда есть что перекрывать, я выбираю Estee Lauder. Или когда я знаю, что день будет супер насыщенным, когда, например, жарко на улице, то я выберу тот, который держится чуточку лучше, то есть Estee Lauder. Estee Lauder, он схватывается, фиксируется, но не так, как классические Double Wear. Это вообще несравнимые тональные, но свечение у Shiseido и у Estee Lauder очень похожи. В принципе, Estee Lauder можно более тонко нанести, но с этим все как-то проще, чуточку проще. То есть Estee Lauder я распределяю спонжем, а этот руками. Также в Estee Lauder есть SPF 45, здесь SPF 20. В любом случае он и там, и там присутствует. Но если вам, в принципе, особо нечего скрывать на лице, то выберите этот. И если одно, два, ну пять несовершенств, то их можно дополнительно перекрыть при помощи корректора. То есть тут уже выбор стоит за вами, и мне кажется, что Estee Lauder, он более универсальный, потому что он будет держаться на каждом типе кожи. Но есть еще такая разница, что Estee Lauder зимой, когда у меня была очень-очень сухая кожа, он подчеркивал шелушение. Этот никогда этого не делал, то есть этот все-таки больше увлажняет. Я не уверена, что Shiseido его не убирают из своей линейки тональных кремов, потому что сейчас у них там много новинок, я теряюсь в цветах, там совершенно другое распределение, я не могу подобрать себе тон онлайн. У нас только открылись торговые центры, и когда доберусь в Sephora или в Douglas, постараюсь выбрать один из новых, их тоже многие хвалят, но этот был безупречным тоном конкретно для меня. И мне очень-очень жаль, что он закончился. Можно поискать где-то со скидкой, тогда вообще просто хватать и никому не отдавать. Если вы ищете такой тон, который я только что описывала. Крем под глаза. У меня здесь будет не один. Это бренд Purita. Несмотря на то, что здесь большой объем, 30 мл, чем более такой жидкий, легкий, скажем так, крем под глаза, тем быстрее он у меня улетит. Это уже доказанный факт у меня. Я наносила, наверное, его больше, чем необходимо, но никогда не было такой ситуации, чтобы он попадал в глаза или как-то скатывался. То есть это универсальное средство, и он хорошо увлажняет кожу вокруг глаз. Несмотря на то, что у меня сейчас аллергия, я вот вернулась позавчера из Украины в Польшу, и сегодня я реально рисовала себе лицо заново, потому что глаза очень опухшие, они слезятся, они красные. Я уже и накрасилась, и закапала, и там гуаша в ход пустила. И все равно здесь что-то цветет сейчас, что не дает мне жить буквально. И износа ручей, поэтому сейчас я тоже максимально осторожно с уходом, даже с пудрами, с консилерами, которые наношу под глаза, потому что они реагируют на все, к сожалению. Нужно как-то пережить этот период цветения, потому что я реагирую на перечень разных там цветочков на пыльцу разную, вот, и на пыль тоже иногда, если долго не убираться в помещении, это все катастрофа. Возвращаясь к крему, извините за отступление, крем действительно хороший, даже если чувствительные глаза, он вполне себе может подойти. Немножко как-то опасаюсь теперь пьюрита, после их скандала с SPF, о котором вы мне написали, я поинтересовалась, и я не могу ничего плохого сказать об этом креме. Как-то хочется мне верить, что все-таки здесь нет ничего такого криминального в составе, и во всяком случае у меня всегда была хорошо увлажнена кожа, как на ночь этого было достаточно, так и утром под макияж, прям супер-пупер. И если вы меня спросите, что мне больше нравилось, вот из всего опробованного, то это осветляющая линейка, пьюр, уайт, по-моему, называется, от бренда Айзенберг, и также и кукинг. И кукинг – это один из самых-самых-самых кремов, тоже такой универсальный, но он антивозрастной больше. А этот даже для молодой кожи, и для возрастной он такой и в пир, и в мир. В общем, если хотите попробовать, то однозначно да. Сыворотка от бренда Аурелия – это одна из тоже таких действенных, рабочих, дорогих, ну, хоть не так обидно, когда ты видишь, что это дает эффекты, бренда Аурелия с пробиотиками. Здесь вообще хороший состав, и это не просто увлажняющая сыворотка, которая как-то там восстановит кожу. Если у вас реально нарушен защитный барьер, например, вечером вы используете какой-то крем с кислотами, с салициловой кислотой, крем, который подсушивает, или сыворотку, какой-то такой активный уход, который вот точно нарушает защитный барьер, или вы сделали кислотный пилинг, какую-то маску, то чтобы убрать вот эту сухость и помочь вашей коже восстановиться, эта сыворотка прям мега. Ну, опять же, я попыталась ее приобрести тогда, когда у меня была проблемная кожа, и она много где была распродана из-за постоянных скидок, поэтому мне не удалось ее достать, но у меня было, наверное, три флакончика, и я готова была на нее молиться, потому что если у тебя сухая кожа и есть еще какие-то высыпания, то ты кремом, получается, с кислотами подсушиваешь ее, именно с салицилкой, или когда пытаешься убрать постакне, и у тебя и так сухая кожа, ты ее еще больше пересушиваешь, и тебе нужно прям сильно постараться, чтобы восстановить твое лицо, которое вообще хочет отвалиться. Эта сыворотка прям помогала мне конкретно, и, по-моему, у меня еще где-то есть такая маленькая-маленькая баночка, но в моих запасах я не смогла ее отыскать, возможно, я дала ее своей подружке. Ну, в общем, когда-то мне захочется к ней вернуться, потому что она прям хорошая. Корейский крем Pure Health с прополисом, его здесь очень-очень много было в составе. Я покупала этот крем всего за 8 долларов на каких-то скидках, и зимой, несмотря на свою легкую гелевую текстуру, он так увлажнял и восстанавливал кожу и для вечернего применения, и для летнего. Сейчас, для летнего, для утреннего, именно на летнее время он будет тяжеловат, особенно если у вас не гиперсухая кожа. Несмотря на то, что в нем была отдушка, такая конкретная, но пахнет не медом, все равно он не раздражал мое лицо и тоже помогал коже восстанавливаться. А сейчас на лето не стала его заказывать, потому что он такой плотненький, прям без сыворотки тоже хорошо, и довольно универсальный, можно со многими другими активами сочетать или после них использовать, например, для восстановления кожи. Но в холодное время года, наверное, я постараюсь к нему вернуться, тоже очень часто нет в наличии, потому что на него супер классные отзывы. Сказала или нет, это Pure Health. Покупала на iHerb, и возможно сейчас есть скидка то ли 20, то ли 25 процентов, я уточню в инфобоксе, потому что грядет День матери, и обычно перед такими праздниками они делают хорошие бонусы для своих покупателей. Ой, это очень дорогой крем под глаза от бренда Sensai. Я его не покупала, я его получила в рамках одного проекта, который я снимала не для своего канала. И этот крем такой был плотненький по своей консистенции, его на довольно прилично хватило, и он очень хорошо увлажняет кожу под глазами. Даже не просто увлажняет, я бы сказала напитывает. И на него тоже хорошо наносится макияж, прям комфортно, даже с плотными консилерами, когда он есть под ними, под макияжем. Из категории именно люксовых кремов под глаза, он достойный, потому что я пробовала разные, например, Castillauder Advanced Night Repair, он наоборот высушивал мне каким-то чудесным образом, или Clorans ни один мне не подошел. Было несколько таких, то в пробниках, то где-то покупала, что-то тоже не зашло, отдала, кому было интересно протестировать. То есть, если вы готовы тратиться на такой дорогой уход, или если у вас бывают хорошие скидки, минус 50%, то почему бы и нет? Но ждать от него эффекта вау, особенно в 30 лет, я бы не стала. Хотя написано, что он от 30, возможно, это как профилактика глубоких морщин, но если бы было какое-то чудо в банке, которое предотвратит появление всех морщин, поверьте мне, никто бы не делал эти страшные инъекции, и все голливудские звезды просто наносили бы себе дорогой крем под глаза, и не было бы этих подтяжек, и пластических операций, и всего-всего прочего. Поэтому это как поддерживающий уход, скорее, нежели гарантия того, что за такую цену у вас действительно все натянется на затылок. Но могу его похвалить, потому что он качественно ухаживал за областью вокруг глаз. Сейчас потрачусь ли я сама на него, я очень сильно сомневаюсь. То есть, если бы у меня была такая сумма денег, то я бы, наверное, купила себе и крем для лица, и крем под глаза, только из более доступного сегмента. Тоже люкс, но чуть побюджетнее. Если вам прям хочется, не может крем от Sinside, то почему бы и нет? Вы уже знаете, что у меня был сезон прыщей, поэтому от прыщей у меня тоже есть несколько средств. Конечно же, это патчи от бренда SOM BY ME. Спасибо, что вы их постоянно раскупаете. Я теперь тоже не могу их достать на iHerb. На iHerb самая доступная цена, и раньше у меня получалось их приобрести, сейчас нет. И они самые эффективные, самые такие прочные. То есть, ты приклеиваешь, и стопроцентно держатся, и очень хорошо убирают припухлость. Конечно, если у вас прям очень глубоко назревает прыщ, вот как у меня такие шишки были на лице, то такие патчи... Мика спит и гавкает. Что-то снится, какая-то охота. В общем, если у вас такое воспаление под кожей, ни одни патчи, и даже кремушки этого не уберут. Помогут поскорее вытянуть наружу, например, сыворотки, какие-то локального применения средства. Но вот это скорее уже после того, как вы убрали воспаление, да, или, не дай бог, как я наковыряли, и хочется это хоть как-то немножечко скрыть и успокоить, то да, и очень быстро после этих патчей все заживает. То есть, убрали прыщ, и пока вот этот вулкан заживает, да, я обычно наношу что-то подсушивающее поверх патч, или чтобы в течение дня не трогать, не рассматривать, что у меня там происходит. Ты же приклеила? Все. Потому что если у тебя вот такая шишка на лице, то каким бы корректором ты это не замазал, это все равно будет видно. Поэтому я могу приклеить пластырь, а он еще и такого цвета и вообще такой текстуры, которая не особо заметна. Я даже иногда снимаю с ними видео, и никто не говорит, а что у тебя пластырь-то на лбу, скажем. То есть, в принципе, не так сильно бросаются в глаза, как, например, вот эти. Я их также покупала на iHerb, корейского производства, и они не такие тонкие, они бежевые, но они прямо, знаете, лежат на поверхности, и сразу видно, что ты там что-то себе это самое. И они не так хорошо убирают вот это воспаление. Даже нарисовано, что помогают избавиться и как будто вытягивают все из кожи. Особенно вот если выделяется лимфа в течение дня или ночи, то в принципе как бы не супер плохо. Но по сравнению с COS-RX я бы выбрала COS-RX. То есть, так купила, потому что здесь много было, и остальные были распроданы. Но по ранкингу вот эти, потом COS-RX и вот эти сейчас снова расхвалю и не куплю. Ну, в общем, вы уже поняли. Экспресс маска для волос. Тоже неизвестный мне бренд Beaver. Была в каком-то косметическом магазине в Кракове. Увидела, говорю, дайте мне какую-то маску для блеска волос, чтобы они были такими шелковистыми, чтобы они легко расчесывались. Мне дали вот эту масочку. Она наносится всего на одну минуту, на влажные волосы с какими-то ферментированными экстрактами. Я даже особо не вникала, но написано, что для окрашенных волос после каких-то там завивок активная маска. Вы знаете, действительно было супер круто использовать эту масочку, потому что я ленивая в этом плане. я не могу ходить с маской 15-20 минут, даже 10 для меня это испытание. Меня не хватает. Мне нужно, чтобы сразу, мне не нужно очень сильное какое-то восстановление. У меня свой цвет волос, который кажется всегда разным в зависимости от того, какую камеру я выбираю, какое освещение. Сейчас я тут зашторилась, эта камера всегда делает мое лицо более желтым, чем на самом деле, и волосы более холодными, такими русыми, чем у меня есть. То есть они у меня скорее пшеничные. Ну, короче, сейчас, по-моему, видно, что волосы блестят. Я использовала маску из iHerb и просто высушила Дайсоном. На Дайсон тоже будет обзор. Ну, то есть, видите, они блестят. И когда я была у мамы, кстати, да, на Дайсон будет обзор, потому что я прочувствовала разницу с Дайсоном и без. Я очень сильно скучала, и на Стайлер обязательно сделаю обзорчик. В общем, если вы не можете найти эту маску, то можете взять спокойно из iHerb, она стоит недорого. Но по эффекту то же самое. SkinCeuticals – это дорогой уход, профессиональный. Если бы я не вела свой блог, если бы финансы позволяли, я бы вообще полностью перешла только на их средства, потому что я знаю вот то, что на мне работает, и то, чему я никогда и ни за что не найду замену. Мне очень нравится сыворотка с витамином С, флоретин, которая, я к ней вернулась. И это сыворотка для проблемной кожи, когда нужно что-то подлечить, что-то убрать, выровнять оттенок кожи. Это что-то феноменальное. И то же самое я могу сказать о корректирующей сыворотке. Если у вас покраснение, если чувствительная кожа, если вам не хватает увлажнения, это та сыворотка, которая все успокоит, просто как волшебная палочка. Спустя уже несколько применений вы заметите улучшение состояния кожи. И это универсальная сыворотка, которую можно наносить и утром, и вечером. Она также смягчает кожу. И она довольно самодостаточная. Даже в теплое время года я осмелюсь сказать, что можно использовать, например, тоник, или даже без него после умывания наносишь сыворотку, и тебе будет достаточно увлажнения. Это сыворотка такого комплексного действия. И у меня кожа чувствительная, еще раз повторюсь. Поэтому иногда мне не хватает просто увлажнения. Нужно что-то, что из помидора превратит меня в нормального человека, и при этом еще и поухаживает, увлажнит, смягчит, и все, что я сказала ранее. Эта сыворотка периодически будет появляться в моем уходе. Бренд гениальный. То есть это то, на что ты тратишься, и получаешь тоже хороший результат. Вот сейчас у меня крем под глаза, тоже у SkinCeuticals, я заказала его, такой как бальзамчик. Тоже одно из немногих средств, которые мне хорошо подходят при моей проблемной коже сейчас. Аллергии и всех делах. Также зимой, после всех каких-то процедур, если у вас очень нарушен защитный барьер, если, например, вы что-то сделали у косметолога, после каких-то инъекций, если у вас очень сухая кожа, если вам нужно что-то такое тоже бальзамообразное, это такой насыщенный крем с целым комплексом, который направлен именно на восстановление кожи. И церамиды, и в том числе много всего именно полезного. И, наверное, каждый зимний сезон я показываю вам пустую баночку. Когда я уже натестирую всего вдоволь, и понимаю, что где-то я переборщила, где-то я перестаралась, и уже нужно вернуться к чему-то проверенному. Это всегда этот крем. И если пересмотрите мои видео из прошлых, ну, наверное, лет четырех, каждый раз после зимнего сезона я показываю эту баночку и говорю, что я готова на нее молиться. И несмотря на то, что он такой вот жирненький, да, он мне подходил даже под макияж. Потому что, когда нарушен защитный барьер, у тебя шелушится кожа, на фоне этого также могут появляться высыпания. Поэтому для меня не просто вылечить воспаление, но и восстановить кожу – это всегда один из пунктиков, которых я стараюсь придерживаться. Вот такой кремушек SkinCeuticals. Я обязательно напишу полное название в инфобоксе. И по возможности оставлю ссылки на все, что сегодня было видео. Только для вашего удобства. Я даже без понятия, это еще продается или нет. Тени для бровей от бренда Freedom. Но это дочерняя марка всех вот этих Makeup Revolution. И какие они там, их сейчас так много. Я думаю, что без разницы, какие тени для бровей вы выберете, они тоже будут приблизительно такими же. У меня оттенок Blonde. То есть тени были наподобие Анастасии Беверли Хиллс. То есть разделение на чуть более светлый и более темный. От Анастасии Беверли Хиллс чуть более такие полупрозрачные в оттенке Blonde. Но по оттенку именно это очень близко. И эти тени чуть мягче. То есть они быстрее расходовались. Мне очень нравились. И у меня есть те и другие. Как-то так этими даже было проще. Потому что иногда мне не хватает цвета именно для видео. Поэтому нужно взять что-то понасыщеннее. Или когда я загораю, а брови выгорают, то нужно тоже что-то понасыщеннее. Но по цвету мне нравятся такие оливковые. Но у них также есть Taub. Я думаю, что если вы поищите что-то от дочернего бренда Makeup Revolution, то это будет вот где-то очень-очень близко. Сыворотка от Виши с гиалуроновой кислотой. Я уже так много ее нахваливала. И как видите, то, что мне нравится, реально заканчивается до конца. И свое мнение, я не меняю за редким исключением. Это сыворотка Lift Active Supreme с рекордным содержанием гиалуроновой кислоты. 1,5% для кожи, которая в стрессе, которую нужно дополнительно увлажнить. Но это не та сыворотка, которая будет лежать на поверхности. Она очень хорошо впитывается, но не под ноль. То есть она не оставляет вашу кожу в таком же состоянии, как прежде. И когда у меня было лицо очень-очень проблемным, опять же, не хватало увлажнения, но я искала прям максимально легкие текстуры, эта сыворотка стала для меня спасением. Я использовала ее постоянно в дуэте с кремом из этой же линейки, с PF30. Он сейчас мне такой более густой, более увлажняющий, чем хотелось бы, потому что у нас началась настоящая жара. Наконец-то! 28 градусов за окном сегодня, когда я снимаю это видео. Вот, поэтому на лето, наверное, не наверное, а в большинстве случаев даже достаточно будет одной сыворотки или какой-то легенький крем поверх нее. Мне нравится то, что здесь удобный дозатор, все очень гигиенично. И она вот даже создавала эффект какого-то лифтинга. То есть это не так, что ты нанесла сыворотку, и у тебя растянулось все от сухости. Нет, но вот она как-то подсобирала твое лицо утром, когда просыпаешься, и все помято, и вообще ты выискиваешь свои глаза. И я даже наносила ее под глаза, она мне ничего не раздражала. То есть вот все ранее сказанное до сих пор остается актуальным. Я такую же заказала себе. Тушь от бренда Pupa. Такая красная вамп с классической щеточкой. Мне немногие туши нравятся с классической щеткой. Она делает такие ресницы, как веер просто. Она гиперчерная. Она делает такие драма-мама ресницы, заметные из космоса реально. И мне нравится формула туши Pupa. То есть она такая кремовая, насыщенная, супер-супер черные ресницы. Когда мне хочется такого, я выбираю туши Pupa. Чуть меньше служит, ну в смысле, быстрее засыхает тушь от бренда Luxe Visage. Но очень люблю XXL, как с красной надписью, так и вот эта тушь делает ресницы кукольными. Щетка здесь какая-то такая тоже гениальная для меня, потому что большая. Зубчики, которые не колют ресницы, она упругая. То есть не выгибается, как во многих тушах. Мне вот не очень удобно Sky High, но тоже не критично, она не как палка. То есть удобно орудовать. И также ресницы, вот она как выложит таким веером. Особенно, когда свежая тушь. Но это настоящее наслаждение ею пользоваться. И вот эта тушь, по-моему, чуть более такая насыщенная. Написано, что длина и сгиб объем. Но то же самое я могу сказать и с красной надписью от туши с красной надписью от Luxe Visage. Это одни из самых-самых-самых классных туши, которые у меня были из бюджетного сегмента. Ничего страшного, что она подсыхает или начинает осыпаться спустя полтора месяца. Такую цену можно ее покупать. Ну, я люблю обильно прокрашивать ресницы. Возможно, вам хватит. На дольше. Несколько тканевых масочек. Честно говоря, между ними я не вижу прям какой-то огромной разницы. Вот если написано, что она должна увлажнять, она это делает. Но есть и бренды, которые нравятся мне. Например, Heimish. Вот такая PH 5,5. Она хорошо увлажняла, восстанавливала кожу. Или вот такая напитывала влагой от Innisfree. Кстати, тоже с зеленым чаем. Вот видите, мицеллярка мне не подошла, но зато масочка классная. И вторая категория – это даже больше питательные маски. Они прям очень-очень сильно насыщают кожу. У Innisfree есть биоцеллюлозные маски для лица. Даже консистенция вот этой жидкости, эссенции другая, она более кремовая. И вот когда я знаю, что мне нужно максимальное восстановление, а не просто регулярное увлажнение, я выбираю вот такие. Они, по-моему, чуточку дороже, но они более действенные. То есть прям на особые случаи, так сказать. Я еще давно храню вот такой флакончик от бренда Dr.Jart. Это сыворотка для сияния кожи Peptidin. Эта сыворотка заслуживает более такого детального обзора. И так как я его уже делала на канале Makeup, в прошлом году была битва брендов. Я все хочу так детально о ней рассказать, но давайте я оставлю ссылку на полный разбор вот этой сыворотки. Она выиграла битву брендов, и вы послушаете, вы поймете почему. А в сочетании с кремом тоже Dr.Jart Ceramidin, это было что-то тоже, что мне очень сильно запомнилось. И дай бог, чтобы с лицом все было хорошо. И надеюсь, что тоже когда-то к ней вернусь. Это антивозрастное действие, и действительно кожа, ну вот как после тонального крема я говорила, что как будто ваша кожа супер ухоженная. А вот эта сыворотка реально делает то, что должна. Здесь целый комплекс разных пептидов, пептидов разного действия. Там и расслабляющие, сигнальные и так далее. Обязательно посмотрите это видео, и ссылку на сыворотку, и крем, который я только что упомянула, я обязательно оставлю вам в инфобоксе. Я настоятельно рекомендую вам посмотреть тот обзор для всех битв брендов. Я выбираю сама средства, и это всегда независимое мнение. То есть такие видео никогда не спонсированы. Я высказываю то, что я думаю. Если что-то хвалю, то это от всего сердца. Если что-то ругаю, то со всей злостью, потому что мне что-то не подошло. Но, возможно, в вашем случае работает то, что конкретно на мне не сработало. Тем не менее, я считаю, что эта сыворотка как минимум заслуживает того, чтобы вы о ней послушали в отдельном ролике. И да, сейчас уже, чтобы мы с вами не останавливались, я наконец-то выброшу флакончик, который закончился еще в прошлом году. На этом мы с вами будем заканчивать. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх полезному видео, потому что одно дело первое впечатление, совершенно другое, когда ты уже пользуешься чем-то длительное время, и ты или готов снова приобрести, рекомендовать всем что-то, или же наоборот сказать, слушайте, не тратьте ваши деньги, потому что оно того не стоит. Все, пока-пока. Я пошла собирать чемоданы, потому что завтра мы с мужем уезжаем. Увидимся с вами совсем скоро, и подробности будут во влоге. Продолжение следует...